13 сентября 2018 года трансляция с утренней молитвы читаю сейчас как раз есть писание трансляции начну из писаний буду читать из библии слова божьего из матфея сегодня с 18 стиха 1 глава 18 стих рождество иисуса христа было так и дарит это описание прекрасное описание одно из таких прекрасных таинственных этих описаний богов воплощение спасибо тебе господь благодарю тебя милостивый бог мой благодарю тебя святой и праведный отец мой сущий на небесах мой небесный отец добрый благо отец мой папочка мой ава отец да святится имя твое ягова бог авраама господь господь все сильный господь могучий отец отец господь о господь все сильный о аллилуйя о аллилуйя о аллилуйя аллилуйя славлю тебя господь да придет царство твое господь да святится имя твое и да придет царство твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день прости нам долги наши как придет как мы прощаем вожнякам нашим и не веди нас в искушение избавь нас от рукава ибо твое есть царство и сила и слава во веки аминь боже спасибо тебе господь за чудо твое боже за жизнь во христе иисусе аллилуйя братья и сестры приветствую всех кто подключается кто подключился уже приветствую всех именем господним именем иисуса христа в этой трансляции с утренней молитвы с нашей киевской архиепископии благоставляю всех вас и сегодня я даже заставкой для этой трансляции кто обратил внимание увидели это значит я сделал сцену с одной картинки рождественской картинки сцена рождества христова потому что эти дни мы как раз тоже размышляем в эти дни трепета как вот в еврейской традиции мы обычно их называем вот период от Йом Труа до Йом Кекура вот этих девять дней десять дней мы их называем днями трепета но для нас это также еще для новозаветных верующих это дни такого дни особой любви с Богом и к Богу и вот рассуждение о Боговоплощении шалом помолитесь во мне да молюсь за всех вас друзьям кто подключается кто подключился и также кто присылал просьбы молитвенные они у меня на карандашике вот они у меня в записи вот молюсь за братьев сестер молюсь об исцелении вот поэтому да ну обычно вот просьба помолиться там да значит и какие-то ситуации описываются вот ну такие сложные вот для совета какого-то ну и для молитвы рекомендую прислать на Facebook мессенджер на основную мою страницу такую на Facebook пожалуйста потому что на других страницах я там сообщения редко проверяю вот основная страница найти ее легко она так и на русском языке так и водите архиепископ Сергей Журавлев вот на русском языке архиепископ Сергей Журавлев и вот там где как раз это будет написано в строке вот значит то это это как раз вот там мессенджером я пользуюсь Facebook вот и приходят сообщения слава Богу и вот как вот о Рождестве размышляя возвращаясь в эту тему что о Боговоплощении но самое великое таинство то то что тогда произошло 2000 лет назад уже больше вот то действительно это великое чудо получается да 2021 год назад получается Боговоплощение Рождество Христово его пришествие первое пришествие как мы говорим потому что мы верим во второе пришествие его во второе пришествие Иисуса Христа уже не как раба не как агнца Божьего как льва из колены иуды как царя как судьи как просто ну действительно царя царей Господа Господствующего Слово Божье имя его Аллилуйя спасибо тебе Господь но в эти два тысячелетия чудо Рождества совершалось и совершается как великое таинство в сердцах верующих это чудо совершается в нас миллионы миллионы людей живших на этой планете и живущих ныне на этой планете переживая чудо Рождества как Боговоплощение чудо когда Христос рождается в наших сердцах это великое чудо и он царствует нас Господствует примите Христа верою братья сестры и это это слово в первую очередь к верующим вот и для всех для всех неважно верующих неверующих примите Христа в сердце свое примите Христа многие христиане считают что это разовое переживание одноразовое переживание единоразовое переживание момент покаяния но на самом деле это не так на самом деле Христу есть куда войти и есть где его принять всю нашу жизнь и даже жизни не хватит даже если вы как проживете как Моисей 120 лет дай Боже по еврейской традиции мы друг другу желаем тоже до 120 лет жизни так вот если вы проживете даже 120 лет и будете допустим там больше 100 лет человеком возрожденным верующим за это столетие вашей жизни вере у вас будет каждый день куда принимать Христа верою и потому что внутри вас бездна недооценивайте себя внутри вас бездна и это бездна она бездну призывает бездна бездну призывает Бог не следим просто он безграничен ты тоже безграничен каждый из нас безграничен это бездна просто она просто внутри нас удивительно и вот бездна любви Божьей она действительно погружается в нас это удивительно это вечность и в вечности это будет продолжаться бесконечно просто поэтому мудрецы еврейские сказали что еще до пришествия Машеха, еще до рождения Иисуса Христа, они сказали, что как раз, ну, в общем-то, вся Библия, все писания, все писания еврейские, Тора вся, пророки, все, все писания еврейские, Боговдохновленные писания Библии, они объясняются одним текстом, одной строкой из Библии. Они как бы открываются одной строкой из Библии, да, и, значит, это на другом баннере, здесь у меня вот баннер сзади меня сейчас с флагами разных стран, там еще есть баннер, другой баннер, на котором я, значит, тоже, который использую иногда, значит, это Стена Плача, такая молитвенная стена, называю ее, вот, и на ней там написано, как раз на иврите, вот эти строки, Они, Ледоди, Ведоди, Ли, Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному и мне, книга «Песни песней», то есть стих всех стихов, он в песне всех песней, которая, в свою очередь, в книге всех книг, Прекрасное очень сочетание такое и слова «Я буквально в моем возлюбленном, я ему всецело без остатка принадлежу, он всецело без остатка мне принадлежит». И вот мудрецы сказали древние, что да, действительно, слушайте, именно этот текст из Писания, именно эта строка, она объясняет все еврейские наши Писания, да, всю Библию, дамы и господа, Потому что здесь жизни не хватит, даже если проживешь, как Адам, почти тысячу лет, да, или даже больше, чем тысячу лет, то есть в небесном измерении один день, То тогда действительно есть каждый день нашей жизни, куда нам погружаться в Господа, и Господу погружаться в нас, и в вечности, когда мы уже будем в вечности, Когда время, это время, временное измерение, это временная жизнь, да, она заканчивается, и вообще все это время, как творение Бога, Ведь Бог запустил механизм временного измерения, временной этой жизни, вот, и Он своим присутствием освещает это время, безусловно, И знамением этого являются еженедельные шабаты, вот, и назначены им праздники, вот, как бы как знамения такие определенные, Его присутствие, Его освещение этого времени, что Он временное измерение освещает своим присутствием, это потрясающе, И праздники Господни, они, вот, как, мой день, это назначенные времена, значит, и сроки, назначенные свидания, еще можно так вот очень поэтически, В духе песни-песней перевести слово праздник, еврейское слово, значит, оригинальное слово, как назначенные свидания, знаете ли, свидания, Потому что человек верующий, да, это воспринимает, я лично воспринимаю, вот, праздники, вот, действительно, как свидания определенные, которые он назначает, Вот, есть свидания, которые я ему назначаю, да, человек назначает, и он очень любвеобилен, он очень, знаете ли, дорожит этим, вот, Вот, и когда я ему назначаю время свидания, допустим, утром рано на молитве, вот, ночью, допустим, поднимаюсь, вот, и благодарю, благооставляю его имя святое, Он очень ценит, очень дорожит этим, вот, я это знаю, и мне приятно его присутствие, мне очень, и сейчас, допустим, вот, очень хорошо в его присутствии, А ему еще лучше в моем присутствии, он еще больше дорожит моим присутствием, и вот это, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, Ани, Ле, Доди, Ве, Доди, Ли, вот, это, я в нем, а он во мне, это самое прекрасное, что может быть вообще во всей Вселенной, И когда время это закончится, когда время это, как творение, оно завершится, свершится уже полностью, вот, сейчас уже шестое тысячелетие заканчивается, Как вот механизм временного, вот этого пространства был запущен Богом святым, да, наступил 5779 год, дамы и господа, Так вот, и интересно, что действительно чудо, когда закончится, наступит вечность, опять-таки наступит, вот, в нашем временном измерении, Все как бы наступит и закончится, наступит и закончится, а там просто не будет этого, просто вечность, просто вечность, блаженная вечность, И целую вечность нам есть, куда погружаться, и ему погружаться в нас, познавать нас, мы познаем его, И это вечная любовь, вот это вечное наслаждение, вечное спасибо тебе, Господь. И вот сейчас назначенные свидания есть. Есть свидания, которые мы ему назначаем, как люди молитвой, собираемся вместе. А есть его свидания, им назначенные свидания, которые, конечно, большинство людей, даже верующих христиан, к этому очень невнимательны. А жаль, конечно. Я думаю, что в последние времена все изменится, уже меняется, в принципе, уже понемногу-понемногу меняется. В 1996 году, когда я стал реформатором, я до 1996 года служил священником традиционной православной русской церкви, Московской патриархаты, как бы и вуз себе не дул, и считал, что никакая реформация нам не нужна вообще, как бы. И вообще, что есть, то и есть, как бы, значит, и что мы уже достаточны, самодостаточны, и что автокефальны, и вообще экономичны, и благодатны, и прочее, прочее, прочее. Знаете ли, как говорится, комар носу не поточит. Но, слава Богу, в 1996 году Божье Слово вернулось в мою судьбу, тогда простого сельского священника. И, знаете ли, и там, на приходе у себя в селе, я перечитываю Слово Божье, вмикаю его, плачу над ним. Оно погружалось в меня, я погружался в него. И вот это Слово Божье живое и действенное, которое острее всякого меча в бою до острова, которое разделяет нас, которое действительно взвешивает нас, судит нас, которое обличает нас, которое окрыляет нас, вдохновляет нас, просто благоставляет нас, оживляет нас. Спасибо тебе, Господь. Оно изменило действительно меня. И я не смог оставаться в этой структуре каноничного, так называемого православия, такого мертвого достаточно, знаете ли, вот такого, ну, страшного, честно говоря, мне представить страшного до сих пор, что если бы я остался бы в этой структуре. Знаете ли, конечно, в любой структуре есть разные люди, но, знаете ли, вот я благодарю Бога, что от такого человеческого каноничного к Божьему каноничному меня Бог перевел, слава Богу. И то, что в глазах человеческих канонично и правильно, порой в глазах Божьих неканонично и неправильно, дамы и господа. Вот, и очень часто это так. Вот я в этом убедился тогда, в 96-м году, потому что я жил каноничной, правильной жизнью, церковной, православной жизнью, как бы, значит, и, как говорится, и в уст себе не думал, ну, знаете ли, читая Слово Божье, вникая в Него, это Слово вернулось в мою жизнь после определенного перерыва, оно вернулось в мою жизнь. Господь тогда проговорил мне, кстати, в 96-м, что беда моя в чем? Он сказал такие слова, я слышал это, тихо-тихо-тихо, как будто бы внутри меня, но это было явно не мои слова, не мои мысли. Он сказал так, прозвучало тогда, что, потому что Слово Мое, оно ушло из твоей жизни. Вот это запоминаемо было очень сильно. Слово Мое, оно ушло из твоей жизни. И знаете ли, когда Слово Его, оно вернулось в мою жизнь, ведь моя жизнь, как верующий человек, начиналась в Библии, со Слова Божьего, начиналась со встречи с Ним, и потом со Слова Божьего. И знаете ли, и потом, к сожалению, в 88-й год особенно, когда я уже в полное служение, уже на зарплате, уже был в церкви, уже влился в такой коллектив, будем договорить, человечески каноничного православия. Я углубился и углублялся в эту структуру, погружался в нее. И, слава Богу, в 96-м году вышел и стал погружаться вновь в моего Господа. И я благодарю Бога Всемогущего за это чудо. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Братья, сестры, и в эти дни мы вспоминаем о чуде, я напоминаю, Боговоплощения, о Рождестве Христа. Хотя в историческом христианстве об этом принято говорить в православном нашем, в нашей культуре православной, в украинской, в частности, русской культуре, белорусской культуре, грузинской, молдавской, стран бывшего Союза, принято говорить в начале января. Или же в конце декабря также, в мировом, если брать глобальное христианство, чаще всего это в конце декабря совершается воспоминание, вот, Боговоплощение. Вот, Christmas time в Европе, особенно в Америке, в США, это просто потрясающее переживание, да, это благосновенное время, да, это удивительное время, вот, и кто, кто, если в Америке был на предрождественское время, от дня благодарения, вот, да, то, значит, вот сейчас наступит скоро, так, раз, время, вот, значит, то до Крисмаса, до Рождества, значит, то это, конечно, удивительное, благостовенное время, пусть Бог благостовит Америку во имя Иисуса Христа. Вот, как вот после стран бывшего Союза Европы, она удивляет и просто, знаете ли, восхищает. Так после Европы еще США, такой же стресс, это в том полушарии, такое чудо Божье, знаете ли, экономическое, политическое, религиозное, но вот духовное, это самое потрясающее. И вот, конечно, перед Рождеством он, вот этот дух Рождества, не говорят американцы, он просто потрясающий, вот это вот ожидание чуда, и потом везде эти поются песни, эти рождественские, Jingle Bell, Jingle Bell, да, ха, аллилуйя. I wish you a merry Christmas, 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 and happy new year. Ну, поется, 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 везде запахи, видите, специфические, вот, мелодии рождественские. А в украинской культуре, это, наверное, скажу, одно из самых красивых переживаний в Украине. Если кто еще не бывал в Украине, то рекомендую приехать вот как раз зимой. Вот, Украина красива в любое время года, но вот особенный колорит, скажу так, незабываемый, это зимой. Особенный колорит Украины, вот как для меня, это вот Рождество, Рездво Христово. Вот, потому что поются эти песни замечательные. Вообще, украинский народ очень певучий народ. Скажу, как ни один народ на планете, очень певучий. В каждом народе есть свое. Ну, грузинские народы, допустим, грузинские народы, они очень певучие, такие кавказские народы, очень певучие тоже, да, слава Богу. Но такое количество песен, какое оставил вообще, ну, в своей истории, не то, что оставил вообще, в своей истории, значит, из ныне известных песен, там, тысячи песен, вот, удивительно, конечно. Ни один народ столько на земле не составил столько песен, не написал столько песен, сколько украинский народ. Именно брать на месте народные, фольклор, народные песни, потрясающие. И очень, ну, много прекрасных песен украинских, но самые прекрасные из прекрасных в Украине песен, на мой взгляд, опять-таки, можно так со стороны чуть, вот, это действительно, вот, рождественские песни. Не знаю, я в них влюбился сразу. Это с первого взгляда было в моей жизни просто, любовь, действительно, я просто, с первого слуха, с первой нотки. Я в Украину приехал в первой своей жизни, в 97-м году приехал и был просто, ну, как в Украине говорят, у захвата. Я просто был восхищен. Я приехал во Львов, гостил у Любомира Гузера, уже покойного, человека, да, Царство Небесное. Человек был подлинно святой жизни. Я удивлялся его мудрости. Я гостил у него недолго тогда, две недели я был у него, вот, и наслаждался общением с ним, с этим человеком. Он тогда уже был человек немолодой. Знаете ли, а я молодой священник, вот только еще как год, как, чуть больше года вышел, полтора года вышел из традиционного православия. Я с ним делился, рассказывал ему все, вот, и слушал его с удовольствием, огромным удовольствием. Вот, этот человек, он, да, говорил со мной на русском языке, он, вот, понимая, что украинский, я еще не такая, ну, не разумел, значит. Вот, и многие свидетельствовали о своей жизни, о своем пути к Богу. Я его расспрашивал, как он переживал Бога в своей жизни, как он переживал встречу с Богом. Вот, его даже многие вопросы удивляли. Вот, вот. Вот, а я рассказывал о своем пути, во многом мы были противоположными, во многом, потому что я, допустим, вырос в семье атеистической, я ему рассказывал, что да, вот, значит, и пережил встречу с Господом, говорю, вот, в раннем возрасте, в 13 лет. Он тоже говорил, что примерно в это время, как у него был такой переломный момент, такой, как раз, вот, именно переживание Бога, но, вот, я так не переживал, как ты переживал, потому что, значит, ну, он на вы, так вот, очень вешливый, так вот, настолько удивительно. Вот, и, знаете, действительно, благодарю Бога за то, что, вот, славится Христос во всех культурах, во всех нациях, во всех племенах. Но в церковной традиции нашей православной, или католической, или протестантской, церковной традиции христианской о Рождестве принято рассуждать, как бы, и вообще говорить, проповедовать, и петь, вот, да, служение посвящать особое даже, именно зимой, в конце декабря, начало января. Но исторически Рождество Иисуса Христа было, вот, в это время, исторически. И это было на три года раньше, чем это принято считать, вообще-то, даже. Поэтому сейчас не 2018, это уже 2021 год, вот, 22 уже наступил даже. Одним словом, ну, как бы, вот, можно, ну, да, наверное, да, так можно сказать. Потому что Рождество Христа было исторически за три года до того, как это принято считать, вообще-то. Вот, и оно было в сентябре, по-нашему в сентябре. Месяц библейский мы его седьмым месяцем называем просто, седьмым месяцем. Потому что отсчет месяцев мы ведем также вот от Авива или Ниссана. Вот, но, значит, в традиции народной мы его называем Тишри, месяц Тишри. Так вот, да, Рождество Иисуса Христа было так написано у Матфея, 1 глава, 18 стих. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. То есть Мария забеременела от Духа Святого. Вот это таинство, удивительное чудо. Кстати, не только мы христиане в это верим, вот Новый Завет говорит об этом, вот, миллиард мусульман в это тоже верят. Да, я проповедую им, да, и я часто проповедую мусульманам, иногда и в мечети даже дают мне слово. Вот, когда приглашают, мы договариваемся, я прихожу, говорю слово, но чаще всего это вот среди татар, я сам татарин по матери своей, поэтому, вот, вчера мы, кстати, после молитвенной прогулки так там общались и ужинали в татарском кафе здесь, Мусафир, очень хорошая кухня, рекомендую, кстати, в центре города прям, вот, значит, и у них это как гость, означает, в крымско-татарском таком варианте, у нас, вот, больше это как путник, как путешествующий, вот, потому что обычно указываем на мусу, муса, муса, ну, по-русски Моисей, да, значит, он, как бы, значит, вот, ассоциируется с путешествующим таким. Вот, и мой дедушка Гали Ахмед Бабаевый, он как раз вот, это всегда имел в виду, что мусафир, муса, значит, это как человек, который много путешествовал, вот, и знаете, друзья, проповедую и в мечетях, да, и обычно, вот, как бы, уже излюблена моя тема в мечетях проповедовать, когда мне дают слово, как гостю, христианину, православному, священнослужителю, я одеваю их не халат еще поверх, рясы, по ноге обычно с крестом, да, значит, там, значит, и тюрбан их не одеваю, вот, и говорю слово, то я как раз обычно из семейства Невран, значит, открываю Коран, значит, там, где как раз и говорится, значит, немного об этом чуде, а потом говорю, но более подробнее рассказывается в наших христианских писаниях, я открываю Инжил, читаю из Инжила, из, ну, по-русски Нового Завета, как бы, да, Нового Договора, читаю о обычном, вот, как раз из Матфея, о Рождестве, вот, и тоже, я говорю, что да, и в исламе, говорю, значит, и в христианстве мы верим, что есть точки соприкосновения веры, что мы, что действительно праведницей мать его была, и что значит, что действительно, что Мария, Марьян, она забеременела без мужчины, она забеременела от Духа Святого, поэтому Иисуса Новый Завет называют еще новым Адамом вообще, но тот Адам был взят из праха, а этот Адам, получается, ну, тоже, по сути, из праха, потому что что мы есть, по сути, то же самое перст, перст святого земли, прах земной, вот, Бог взял и из кровей Марии уже, из праха, как бы, Марии, да, из Марии взял и создавал тело человека, нового Адама, Иисуса Христа, праведника, и написано, Иосиф, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, ну, наверняка Мария и говорила ему, что она беременна, значит, именно от Бога, от Духа Святого, но Иосиф верующий, но, конечно, не настолько, чтобы, знаете, так вот поверить подобному, вот он нормальный, благочестивый, разумный человек, значит, и, конечно же, он хотел просто тайно отпустить ее, может быть, думает девушка с ней что-то, вот, знаете, всякое бывает, значит, может, психическая болезнь, может, там, ничего, что, мы не знаем теперь, что он думал, обычно на картинах православных, на иконах православных, когда Рождество Христово, одно из самых красивых изображений вообще, если брать вот традицию восточную, православную, это как раз Рождество Христово, и там такие сценки изображены обычно в полной такой картине, в полном вот изображении иконы Рождества Иисуса Христа, и там, если вы обратили внимание, там Иосиф отдельно еще изображен в уголочке, и он, значит, как бы сидит на камешке, на пенечке, по-разному изображают сейчас. Вот. И перед ним такой старичок такой сгорбленный стоит, как бы там. Ну, старичок такой, какой-то там бомж, не бомж, как-то в таких хахмоти, каких-то таких страшных изображен обычно. Вот. И как бы некоторые спрашивают, а батюшка, а что это за изображение? Ну, здесь Иосиф понятно, а вот что за старичок перед ним стоит такой, боровичок такой, обычно с палкой такой, какой-то способом там. Вот. Или просто стоит там с адбенной. Я говорю, но по традиции это дьявол, это лукавый, Сатана пришел и искушает Иосифа плохими мыслями, что Мария нагуляла, и она немного не в себе, и надо ее просто отпустить. Но как бы он мыслит, Иосиф мыслит, сидит изображен обычно. Вот такая картинка, это в православной каноне, я имею ввиду. Но когда он помыслил это, то есть у него мысли эти были, он уже все, он уже все решил, уже все, я отпущу эту девочку. Да, девушка, значит, она нагуляла, вот, и сама не знает от кого, и вообще, значит, там что-то, мало ли какие мысли у него лезли в голову, понимаете. Он нормальный был, обычный человек, да, праведный еврей. Да, но когда он помыслил это, се, ангел, господень, явился ему во сне. Вот к нему почему-то во сне, интересно. Марии прям так вот явно, а к Иосифу во сне. Тоже есть разные комментарии на эту тему разных отцов, как бы, разное мнение. Вот, но я так рассуждаю, что и душа у человека разная, на самом деле. Кому-то надо явиться вот так вот прям, поочию. Кому-то во сне, и это будет больше убедительно. Вот, кому-то, ну, голосом проговорить. Кому-то просто из Библии это показать. Кому-то это видение показать того, как он бы таком, не знаю. Ну, Бог находит дорогу каждой душе. У всех своя душа, у каждого разная душа. Вот у Иосифа такая душа была, видимо, тонкая, особенная. Внешне он, может быть, был далеко не тонкий, человек неутонченный, но внутренно, ну, плотник был, каменотез, значит, а внутренно он был, видимо, очень тонкой душой. И вот то, что во сне ему проговаривалось, он это воспринимал очень серьезно. Видимо, у него был опыт и до того, именно таких каких-то особенных сновидений. Может быть, даже он об этом даже опыте своем, даже Мария не рассказывал своей невесте тогдашней. Вот, мы не знаем точно, но обычно такие люди, они не особенно рассказывают все это. Вот, значит, и он был праведен, тем более, написано, да. И когда он помыслился, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. То есть Ихошуа. Ихошуа, Ихошуа, это Иегова Спаситель. Или Иегова Спасает. Или Господь Спасение Мое. И вот Ихошуа. Ибо Он Спасет, написана дальше расшифровка, людей своих от грехов их. И вот дальше комментарий уже Матфея. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се Дева в очреве приимет, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иошуа, Иисус. И пророк пророчествовал, что это чудо произойдет. Конечно, пророк говорил и о событиях того времени, но это пророчество оказалось и о Машиахе, о пришествии Христа, о пришествии Машиаха. Удивительно. Эмману Эль, Эмману Эль, об этом я рассказывал тоже. Сейчас, кстати, друзья, давайте приготовим причастие. Давайте проскомиде такую совершим сейчас. Приготовление. И возьмите соку, налейте сок себе. Если нет сока, я иногда тоже говорю, вынимаю причастие, совершаю причастие эйфористью, просто воды наливаю. Просто воды. Это можно ли просто воды даже. И возьмите хлеба. Я беру хлеб, какой есть у меня, разный хлеб. Вот, использую. Белый, черный, там, разный. Белорусский хлеб мне, вот, вот, жирной. А сейчас, допустим, у меня вот в церкви обычно у нас маца. Вот здесь такая лепешка, пресная лепешка. Они вот здесь пекут, как раз у них там, такой там дырами, как называется. Вот, значит, и там выпекаются всякие лепешки. И вот это из пресного такого теста, они, без дрожжевого, по крайней мере, теста, они вот замешивают, прям при тебе пекут, все это выпекают. Интересно очень. Вот вчера я купил, вот думаю, надо купить, думаю, на причастие вот как раз вот такую лепешку. Вот. Да. И, значит, а вчера как раз вот, как вот в Крымск-Патарском, кафе где-то сидели мы, значит, там, мусофир, и тоже кушали. И там у них очень вкусный хумус, кстати. Хумус. Вот, молодцы. И, значит, я там на шабах уже взял себе тоже хумуса. Да, спасибо Господу Богу Всевогущему. Спасибо Боже Всевогущему. И вот, разговаривая о причастии, говоря о причастии, о хлебопреломлении, вот я хочу сейчас славу, славу всю Богу воздах, во-первых, а во-вторых, напомнить всем вам очень важное слово. Из прочтенного текста, вот сейчас из Писаний, мы что видели, что пророчество, пророк говорил Эммануэль, Эммануэль. Эммануил, так вот, ну, в русском переводе сандальном, да? Эммануил, а так вот Эммануэль. Значит, Эммануэль, значит, Эль понятно, да, это слово мы знаем, это Бог, Бог, значит, Эль. Значит, а вот Эману, Эману буквально внутреннасущий, буквально съеденный, выпитый нами, еще так вот. Ну, как можно съесть, выпить Бога? Как можно съесть и выпить Бога? Удивительная история. Обычно, да, и синодальные переводчики переводят это так, они переводят этот текст как с нами Бог. Но если бы именно пророк хотел бы сказать именно с нами Бог, то он сказал бы не Эммануэль, а сказал бы Этануэль. Этануэль, оно однозначно, как именно переводится, как с нами Бог, возле нас, близко с нами, очень близко к нам Бог. Но Эммануэль, это не просто близко, он так близко, он часть нас. Он съеден, выпит мною. Как это понять? Эммануэль, Бог съеденный, выпитый нами. И переводчики, они делают такой комментарий интересный. я сам был восхищен. Вот допустим, это у меня в чашу уже сок приготовлен. Вода. Вода. У меня есть вода. Вода, вот она, у меня сейчас в бутылочке, да? Вода, она, ну на иврите, как звучит вода, кто помнит? Маим, 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 маим. В нашей татарской культуре маим, маим, это все, что связано с жиром, маслом, да, значит, вот, бараний жир внутренний тоже маим, маим, значит, а в еврейской традиции, да, в еврейском языке, то, значит, май, маим, это все, что связано с водой, так интересно, вот, как бы, одни и те же слова в разных культурах, они могут, ну, разное обозначать, да, значит, и вот, значит, и вода, май, маим, маим, извиняюсь, маим, маим, так вот, есть небеса, шем маим, шем маим, имя, дающий воду, имеется в виду, баруха шем, благословенное имя, Господь, дающий воду, и вода, которая, вот, в стакане, или в бутылочке у меня сейчас, по отношению к ней, я могу сказать только, этану, да, маим, ну, так не говорят, ну, как бы, чтобы было понятно, что, вода, которая, вот, она возле меня, вот, она со мной, вот, но, когда я пью ее, ваше здоровье, спасибо, Боже, спасибо за воду, спасибо. Много хороших напитков на земле, и человек подумал, очень много хороших напитков, виноградный сок, один из самых прекрасных напитков, на мой взгляд, вообще, но лучше воды, ничего нельзя придумать точно, за эти 6 тысяч лет, это, мы в этом убедились точно, и вот, я эту воду выпил, и сейчас эта вода, она во мне, она во мне, она уже все, если я тоже, она во мне, берет тепло от меня, и эта вода, она сейчас, ну, я же тоже из воды состою, и она сейчас во мне, и эта вода, она сейчас растекается по мне, очень приятно, да, когда вода по тебе растекается, она, вот, частью тебя становится, одно из прекрасных переживаний, чисто физически, физиологически, переживаний таких, вот, спасибо тебе, Господь, Эммануэль, я съел, я выпил Бога, и я ем, и я пью Бога моего, постоянно, кушаю моего Иисуса, и пью моего Иисуса, о, спасибо тебе, Господь, ты погружаешься в меня, больше и больше, познаешь меня, потому что печать эта стоит на мне, и познал, Господь, своих написано, спасибо тебе, Господь, что я познан тобой, и ты познаешь меня, Господь, спасибо тебе, Господь, что я познаю тебя, Я погружаюсь в Тебя, Господь, а Ты погружаешься в меня. И мы познаем друг друга. Спасибо Тебе, Господь. Они, ледоди, ведоди ли, я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой принадлежит мне. Спасибо Тебе, Господь. И на той последней вечере, о, спасибо, драгоценный мой, Ты взял хлеб в свои руки и благословил Бога. Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам плод винограда и лозы. И Ты дал чашу ученикам своим после вечера. Дал хлеб и вино, плод винограда и лозы и плод земли. И дал, сказал, что это есть мое тело. Ты сказал, это моя кровь, которая проливается в оставление грехов ваших. Спасибо Тебе, Господь. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За Голгофу, за Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Отец мой Бог, мой Царь, мой Иегово. Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог Патриархов, пророков. Благодарю Тебя, Иисус Христос, спаситель мой, Господь мой, брат мой, царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной. Утешите, друг мой, спасибо Тебе. Ох, за все я благодарю, я Тебя благодарю. И соверши, Господь Божий, хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. То, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Святым. Боже, это таинство совершится прямо сейчас. Братья и сестры, тело Христово примите. Источник бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусите. Слава Тебе, Господь. Веруй, Господи, и исповедуй, что Ты, Иисус, есть Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешных спасти. Я спасен кровью Иисуса Христа и телом ломимым на Голковском кресте. Я спасен, совершенно исцелен, благоставлен, прощен, освобожден. Благоставлен в себе благоставениями небес через кровь драгоценную Иисуса Христа, Сына Твоего, брата моего, агнца Твоего, моего Спасителя и Господа. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, за Бога воплощение, за Рождество Христово, которое свершилось не только тогда, 2000 лет назад, а в моей жизни, в моей судьбе. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Драгоценный. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Иисус. Спасибо, Иисус. 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 в жизни. Спасибо тебе, Господь. Лехае за жизнь. Аллилуйя. 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 Слава тебе, Господь. Слава тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Отец мой. И Царь мой, и Бог мой. Благодарю тебя за жизнь вечную. Дар твой во Христе Иисусе, Господе моем, который я принял, который я имею. Прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Боже, за прощение всех грехов беззаконий моих, которые были, есть, будут. Ты принял меня всего. Спас меня. Возлюбив меня, спасибо тебе, Господь. Высоко оценил меня, Господь, кровью за кровь, жизнью за жизнь. За меня отдал Сына Своего, Иисуса Христа, первенца, моего старшего брата. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Бог и Царь мой, за жизнь вечную. Благодарю тебя, что в этом временном измерении, в этом временном бытие нашем, ты, Бог, Творец, и этого времени, и нас всех, благоставляешь этим таинством. Эммануэль. 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 Слава тебе, Господь. Иегова Спаситель. Потому что Эммануэль. Аллилуйя. Благоставляю вас, братья и сестры, благоставением священническим, ваши дома, родных и ближних. Благоставляю свой дом, сейчас тоже, во имя Иисуса, свою жену, детей, внуков, во имя Господа, Иисуса Христа. Благоставляю вас, ваши дома, родных, ближних. Благоставляю все страны, наши страдавшиеся планеты. Потому что вся тварь, все творение стынает и мучается, ожидает откровения Сынов Божьих. И пусть сегодняшнее это причастие, Евхаристия, это хлебопреломление, оно будет еще одним таким расширением этого откровения, которое ожидает этот мир. Христос в нас, упование, славы, великое тайнество, самая великая тайна во Вселенной. Спасибо тебе, Господь. Благоставляю Израиль, благоставляю возрожденное еврейское государство. Этот год, 2017, вообще в календаре нашей Церкви обозначен как год семидесятилетия. возрождения еврейского государства. Благоставляю паки-и-паки, Израиль, благоставляю столицу Израиля, город Йеруш�олайм, город Йерусалим, город Мира. Боже, благослови, Господь! Благослови, Отец мой! Благослови сегодня, Израиль! Благослови сегодня, Иерушалайм. Благослови, Господь! Шалом, Иерушалайм! Шалом, Иерушалайм! Шалом, Иерушалайм! Шалом, Иерушалайм! Шалом, Иерушалайм! Аминь, аминь, аминь! Благоставляю всех вас! Поэтому и особое освящение через воду совершает Бог Всемогущий! Вот, и благодарение Богу Всемогущему! Аллилуйя! Напоминаю, что эти дни, они, да, новогодние такие. Поздравляю всех, вот, Паки и Паки, уже с наступившим, уже наступившим годом новым. Вот, милости Господней, благодати Господней. Пять тысяч семьсот семьдесят девятый год на дворе уже. Да. Да, да, сегодня уже четвертое число уже, получается, да, Нового Года. Месяца Тишвиль. От нашего исхода, если считать, от месяца Авив, от месяца Ниссан, от нашего выхода из рабства, сейчас на дворе три тысячи триста тридцатый год и седьмой месяц. Да, слава Богу! И вот эти дни, от Йом Труа до Йом Кипур, Дня Искупления, они называются Дни Трепета. И вот, благоставляю вас, пусть наши сердца трепещут пред Господом, нашим благим Отцом. Одно из самых прекрасных переживаний человеческой души, духа и тела, вообще всего человека. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенная. И Йом Ха Кипурим, Йом Кипур, День Искупления, Судный День. Знаете, я благодарю Бога, что верующий на суд, как подсудимый именно, не приходит. Но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Это самое прекрасное, что можно услышать только человеку в эти дни Трепета. Спасибо тебе, Господь. И пусть каждое еврейское сердце и сердца всех народов нашей земли, нашей всей планеты, откроется для твоей великой любви, принимая Сына Божьего Иисуса Христа, Спасителем Господом Своим. Да познаю тебя, Божие народы все, Духом твоим святым. Да познаю тебя люди все. Ведь ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един ты Бог и един посредник между Богом, тобою и всем человеческим родом. Человек, Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Это благовестие, Евангелие для всей Вселенной. Спасибо тебе, Господь. Царь мой, Бог мой. Царю небесный, Утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверлы. Святый Божий, святый крепкий, Святый бессмертный, Хвала Тебе. Святый Божий, святый крепкий, Святый бессмертный, Хвала Тебе. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, Хвала и славный честь Тебе. Благоставит Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Боже, спасибо, Боже. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благословляю вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки Ава, отче, папочка, отец, папочка, папа, папуленька, папа Ава, отче, Ава, Авину, Авину это отец Ава, папочка, папуленька, папенька, в украинском еще прикладе Татус, Татус Спасибо тебе Господь Когда Бог поселяется в нас, Эммануэль, когда не Этануэль, а Эммануэль То великое таинство свершается и Дух Святой в нас, через нас Он восклицает Ава Не просто Авину, а Ава Аллилуйя, Аллилуйя